В первый день зимы развлечения на свежем воздухе подготовили городские парки. В Добросельском в 11 утра начнется спортивная программа «Быстрые сани». Поучаствовать в ней приглашают юных и взрослых гостей парка. В Загородном в это же время проведут веселые старты для всей семьи под названием «Папа может». Парк «Дружба» приглашает владимирцев вместе порадоваться приходу зимы. Там в 11.30 начнется программа «Холодно, весело». В Центральном парке культуры и отдыха 1 декабря посетители отправят волшебное путешествие под названием «Сказочный трамвай». Программа начнется в полдень. Погрузиться в мир сказки и узнать, как волшебная щука исполняет все желания в субботу, можно будет и в областном театре кукол. В 11 утра там начнется спектакль «По щучьему велению». Любители истории и литературы в субботу приглашает областная научная библиотека. В полдень там пройдут шульгинские чтения. Они посвящены 140-летию русского политического и общественного деятеля, публициста Василия Шульгина. Он принимал отречение императора Николая II, был свидетелем и участником многих важных исторических событий нашей страны. С 1945 года Шульгин жил во Владимирской области. А в воскресенье там же в библиотеке с читателями встретятся участники первой в областном центре неформальной литературной группы. Она появилась 30 лет назад, 2 декабря. Поэтому получила название «2-12». Что изменилось в мире литературы за эти годы и чем живет творческая интеллигенция города, смогут узнать все желающие. В числе гостей в заседании литературной гостиной примут участие поэты Вадим Забабашкин, Дмитрий Кантов, Владимир Пучков. Начало в 15.00. Завершить выходные на выставке известного художника Василия Фомюка, приглашая Центр пропаганды изобразительного искусства. Живописные работы мастера наполнены мягкими красками и особым настроением. Экспозиция работает до 9 декабря.